МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беженцам, да. И Турцией, то беженцы придут к вам. Да. То есть мы желаем вам помочь. Мы не хотим, чтобы они вам надоедали и делали темную жизнь. Да, да, да. Вы нам заплатите, чтобы мы их задержали. То есть они становятся такой разменной монетой. Вообще, в принципе, как нам получить деньги? Сам ход-то какой-то, понимаешь? Турецкий ход называется. Никто, конечно, не будет их задерживать, да и не будет задерживать. Иначе в Турции будет то же самое. То есть вы считаете, что они и возьмут деньги, и пустят беженцев? То есть все вместе? Несомненно. Но я бы сказал другое, что я не вижу, чтобы они смогли задержать. Я думаю, что в Турции тогда, конечно, будут скапливаться огромные массы беженцев, которые будут пробираться там через все дырки, а там дырки в границе полно. В Турцию? В Турцию. И будут сидеть там, чтобы с силой прорываться дальше. И турки будут, извиняясь, пропускать. То есть чтобы создать такую критическую массу и турки... Я не понимаю только одного. Почему Турция идет даже ради трех миллиардов долларов, идет на такой риск. Потому что... Держать у себя без... Она создает внутри себя такое давление, или у нее есть какой-то план на самом деле. Или главное деньги, а потом неважно что. Но вообще, эта вся масса людей, которая идет в Европу, она на самом деле уже приняла на себя намного больше миллиардов. В своей подготовке, в своей этой экипировке, в своем этом долгом пути. Они не пешочком идут до Европы. То есть ты понимаешь, вся дорога каждому из них стоит около 20 тысяч евро. Их, допустим, миллион, да? Значит, миллионом нож на 20 тысяч. Это будет 20 миллиардов. То есть ты понимаешь, сколько затрачивается на людей, на этих, чтобы привезти их туда. Так что тут турецкий гамбит не поможет. У вас вообще прогнозы самые несветлые по поводу всего этого. Но выхода-то нет. У меня прогнозы самые светлые для человечества. Так. Что именно вот это вот путешествие... Впрыскивание, да? Да, вот такое вот из глубин исламского мира в глубины цивилизации европейской. Так. Это путешествие, оно на самом деле историческое. Это смешивание... Такого смешивания еще, в общем-то, не было в природе. То есть начинаются действительно очень серьезные времена. Последних конвузий человечества перед его родами. Вот как ребенок, который хочет родиться. Надо, пришло время. И вот он начинает там биться головкой, ножками, там, ручками в матери извиваться. Он в итоге переворачивается вниз головой. То есть все, что было раньше принято вот так, теперь будет все наоборот. Так. И только в таком состоянии он может родиться. То есть вся парадигма человечества. Все его вкусы, теории, методики, вся его культура, все, чем оно живет, установки все, они все будут обратными. И тогда только родиться. Оно заново на следующем уровне. И это рождение, вот оно приближается. Вот мы начинаем вступать в фазу, предродовую фазу такую. Ну, все-таки скажите, пожалуйста, что родится тогда? Вот, пожалуйста. Родится новое человечество. Что это такое? Что это за ребенок-то? Это единое человечество, это единый мир, это единые связанные между собой люди, понимающие, что они относятся к одному единому органу, к одной единой системе, к одной единой душе, которая называется Адам.